С наступлением весны просыпается не только природа, но и стартует строительный сезон. Так, с 1 апреля начнется второй этап благоустройства улицы Трехсвятской в Твери. Что изменится в этом году, когда главная пешеходная улица приобретет новый облик, узнал наш корреспондент. На улице Трехсвятской появился информационный аншлаг с датами начала и окончания работ по благоустройству территории. Согласно паспорту объекта, стартовать планируют 1 апреля, а завершить работы 1 сентября 2024 года. На главной пешеходной улице уже начался демонтаж старой плитки. В этом году ремонтные работы начались на Тверском Арбате на месяц раньше, чем в прошлом году. Работы проведут сразу на двух участках Трехсвятской от бульвара Радищева до улицы Желябова. Все работы будут разбиты на три очереди в рамках первой и второй очередей. Будет благоустроен участок от Радищева до улицы Симеоновской. На работы выделено более 70 миллионов рублей в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Периметр улицы зашьют гранитной плиткой и брусчаткой, осуществят озеленение, обустроят ливневую канализацию и наружное освещение, смонтируют систему видеонаблюдения. Именно Трехсвятская стала лидером предпочтений горожан в рейтинговом голосовании по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. свыше 4000 тверичан. И сейчас жители нашего города с нетерпением ждут окончания всех ремонтных работ. Мы здесь живем в центре, поэтому нам это важно. Ну вот, посмотреть сюда и посмотреть сюда. Вопрос, по-моему, уже решен. Замечательно. Часто гуляем. Важно тем, что ходят старые женщины, бабушки и дети тоже тут вот. Смотрите, как бы неудобно, можно спотыкнуться, упасть. Ну это радует, что всем будет комфортно, удобно и радостно ходить по нашей любимой Трехсвятской улице. Центр города, пешеходная улица единственная в городе. Хотелось бы, чтобы выглядело достойно. Первый этап благоустройства Трехсвятской проводился в 2023 году. Он затронул участок от улицы Новоторской до бульвара Радищева, включая перекресток с бульваром. Работы тогда затянулись, а качество ремонта оставило желать лучшего. Вот и после зимы все недочеты благоустройства Тверского Арбата можно увидеть своими глазами. Между новыми гранитными плитками появились щели. На самих плитках сколы. Местами плитка пошла волной. Остается надеяться, что второй этап ремонтных работ будет выполнен вовремя, а качество будет надлежащим. Субтитры создавал DimaTorzok